друзья здравствуйте мы решили записать такое странное видео которое называется как стать художником я к сожалению очень силен в этой теме есть огромное количество людей которые занимаются этой проблематикой постоянно но так как этот канал где мы вот и мы можем говорить все что угодно поэтому мы записываем это странное видео если оно вам понравится пишите комментарии если вы не согласны пишите комментарии и начинаем и так как стать художником и первое что нам поможет в этом это ходить на выставке я понимаю что это странно выглядит но вы не единственный человек на этой планете и все кто жили до вас и будут жить после вас и живут вместе с вами это люди которые тоже о чем-то говорят и вам надо увидеть что они делают если вы не увидите что они делают может наделать ключ ошибок или двигаться слишком медленно они могут подтолкнуть вас куда-то вперед поэтому первое что вы должны научиться делать это постоянно ходить на выставке на все выставки которые идут второе что вам обязательно нужно это философия как бы странно это не звучало без этой странной науки очень сложно двигаться вперед многие считают что это не наука какая-то ерунда но на самом деле если вы научитесь и поймете принцип этого действия то вы скорее всего станете художником потому что всякие замечательные ребята которых вы знаете со странными именами все создавали искусство и тем принципом который вы пользуетесь в искусстве скорее всего это какой-нибудь гегель или еще кто-то кто уже высказался и все описал что вам нужно делать поэтому изучив это вы сильно продвинетесь вперед третье что вам обязательно нужно это литература литература развивает внутри вас образное мышление и вы должны много читать чем больше вы читаете художественной литературы чем больше вы читаете неких замечательных художников которые научились излагать свои мысли буковками которые создают ваш внутренний мир благодаря абсолютно абстрактным методикам вы должны понять этот принцип вы должны наслаждаться им вы должны понимать как это работает и без этого вам очень сложно будет сформировать свое мышление поэтому много литературы это очень важно читайте как больше чем больше тем лучше чем можете всегда в общем считайте всегда 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 четвертое что вам поможет эта история искусств иногда кажется что это абсолютно ненужная вещь но чем больше вы будете заниматься искусством тем больше вы поймете что история искусств двигает вас активно вперед начиная от первобытного современного какого угодно и любую эпоху берите с какого куска вам нравится заинтересовались изучайте вы увидите откуда она появилась и вы увидите что у всех абсолютно течение всего искусства есть определенные ноги они откуда-то растут ничто не берется просто так и если вы хотите вырасти в большого художника соответственно вам нужно знать из чего вырасти от чего отталкиваться какой манифест писать чего противостоять или к чему примкнуть это история искусств пятое что вам обязательно нужно это тусовка вы обязательно должны отчетить с другими художниками невозможно постик со всеми художниками выберите вначале одного который вам нравится и начните засет с ним может быть это будет ваш коллектив вы сильно продвинете вперед импрессионисты делали то же самое все до всей это делают художники для того чтобы активно двигаться вперед вам нужно нужны единомышленники с которыми вы будете спорить как далее или там не спорить если вы хотите вот может быть они будут вас потом не любить, но тусовка – это самая крутая штуковина, которая может быть. Поэтому первое, что вы должны научиться – это тусить с другими художниками. Шестое. Что вам нужно, если вы уже чувствуете, что вы мега-художник? Вам нужен куратор. Без куратора вы никто. Вы можете рисовать много работ, вы можете делать все, что угодно, но есть одна очень важная вещь – у него другой мозг. Он знает, что с вами делать, он знает, куда вас направить, и если вам кажется, что вы сами все знаете, то пожалуйста. Но с куратором гораздо проще, гораздо легче, и поэтому все художники работают с кураторами. Вообще, куратор – это, наверное, даже важнее, чем художник, потому что без куратора вообще никуда. Вот, поэтому вам нужен хороший, крутой куратор. Продавайтесь как можно раньше ему, и, может быть, вы сильно двинетесь вперед. Вы потом будете переживать, что вас там грабят, или еще что-то, и вы там будете с ним спорить, а может, вы будете благодарить за то, что он появился. Но в любом случае, с ним будет гораздо быстрее и легче. Вот. Так. Номер семь. Много работать. Как ни странно, все, что было сказано до этого, упирается в одну самую главную вещь – вы должны делать очень много работ. Вы должны работать постоянно и непрерывно. Становятся известными только те, кто делают очень много работ. Постоянно, постоянно, постоянно генерируют работы. Для того, чтобы создать одно прекрасное произведение, вам нужно создать сотню всякой ерунды. Вот. Это неизбежно. Поэтому приготовьтесь к тому, что это прям пахота, настоящая работа, тяжелейшая, сложная, мощная работа. Поэтому очень много работать. Привыкайте к этому. Итак, номер восемь. Надо научиться показывать свои работы. Если вы интроверт, если вы счастливый человек, и вам никто не нужен, вы создаете работы, они где-то лежат у вас на полочке, или там лежат где-то в углу мастерской, они никому не нужны. Работы, которые вы делаете, вы делаете не для себя. Вы делаете их, ну, я не знаю, для чего вы их делаете, у вас там разные цели, но свои работы надо научиться показывать. Поэтому сделали, отнесли на выставки, куда угодно, участвуйте везде, показывайте работы всем, потому что только тогда работа живет, когда ее кто-то видит. Поэтому ее можно показывать через интернет, ее можно показывать на своем канале, ее можно показывать где угодно. Инстаграм заведите себе для этого, я не знаю, там, пишите паблики, делайте все, что угодно. В общем, показывайте свои работы. Если вы это делаете, значит ваша работа живет, если вы этого не делаете, вас никто не видел, никто не знает, поэтому научитесь показывать свои работы, какие бы они странные не были, какие бы, как бы не казалось, что они там профессиональные, не профессиональные, стесняетесь, вы их не стесняетесь, неважно, показываете ваши работы, вы будете активно развиваться. Теперь 9, да, 9, мы так невольно пришли к цифрке 9, это очень важная вещь, научитесь любить себя. Пока вы себя не любите, будет очень сложно работать и будет очень тяжело становиться художником. Вы должны научиться любить себя. Какая бы эта любовь ни была, это ваша любовь, и она должна проникнуть внутрь вас. Она будет эгоистичная, может быть, всем покажется, что это странно, что вы нарцисс, еще что-то в этом духе. Как бы это ни происходило, первое, что нужно сделать, научиться любить себя. Тогда к вам потянутся другие люди, потому что раз уж вы себя любите, то им будет гораздо легче. Поэтому научитесь любить себя, это очень важно. Странно, сложно, долгая тема. Пишите в комментариях. Любить себя – это самое сложное и самое важное. Научитесь это делать. Номер 10. Номер 10 – это вопрос, который вы задаете всегда себе. И обязательно на него нужно ответить. Вы должны понять, кто вы такой. Было такое видео, которое я увидел очень давно. Там итальянец делал примерно так. Он в камеру держал палец и задал вопрос «Кто ты такой?». Для того, чтобы художнику активно двигаться вперед, он должен понять, кто он такой. Все, что до этого было, все 9 вопросов упираются в последний вопрос «Кто ты такой?». Как только ты ответил на этот вопрос, ты сможешь двигаться вперед. Пока ты не ответил на этот вопрос, ты будешь двигаться в разные стороны, ты будешь примыкать к разным людям, ты будешь искать, чтобы тебе что-то подсказали. Но как только ты ответил на этот вопрос, ты начинаешь двигаться самостоятельно. Ты начинаешь понимать, зачем ты все это делаешь, вообще куда ты идешь и что ты делаешь. Но для этого надо научиться скучать. Это сложный вопрос. Вы найдете это в психологии, еще что-то на духе. Но вы знаете, что художник развивается только активно и развивается очень хорошо только после того, как он понял, кто он такой. Желаю вам удачи в этом сложном постижении себя. Та-ра-та-та! Удачи! Если бы я знал, кто я такой, я бы, наверное, не записывал это видео. Эти все вопросы вообще записал для себя. Я даже на листочке их выписал. Почему я этого не делаю? Почему я занимаюсь какой-то... Черт, такая сложная тема. Я пойду подумаю. Ну вот примерно так это должно было происходить. Я записываю это видео, думаете, для вас? Я записываю это видео вообще для себя. Черт побери, я когда разберусь... Я хочу прославиться, да? Или не хочу? Не хочу. Или не хочу? А вообще зачем мы видео записываем? Может, для того, чтобы прославиться, надо подумать на эту тему? Я пойду подумаю на эту тему. Да, вот это такие нарезки, да, такие? Он при такой входит. Кто-то такой. Такой. Да, потому что есть же вот люди, например, не актеры. Вот ты когда смотришь, есть видео, где Ваня Ургант и Гудков сидят вместе. И они ведут блок какой-то. Ну там, он со своей камерой там записывает, он там, и они там что-то обсуждают. Вот. И вот видно, например, как Гудков ведет себя в ситуации, когда камеры есть и люди есть. И он такой... И видно, как Гудков ведет себя, когда камеры нет. Ну то есть он же ведь, судя по всему, не актер, да? Ну то есть его первое образование, судя по всему, не актер. Он просто очень крутой чувак. И при этом, когда он оказывается один на один сам с собой, он может быть чуть поспокойнее, такой, как и он есть. А если посмотреть на Урган, то он же актер. У него актерское образование. И поэтому даже когда он один и перед камерой сидит, он все равно играет. То есть он все равно это умеет делать. У него прям вот эти навыки просто потрясающие. Вот там картинка меняется. Вот Гудков, когда он ведет там какую-нибудь передачу, и это там крутой какой-то парень, там он в рекламе снимается, и он там такой... И вот когда он оказался один сам перед собой. Он такой выключенный, такой что-то губнит тихонечко. И ему это позволено. А Ургант может позволить себе и сам один с собой тадатам все отыграть, и там тадатам все отыграть. Ну то есть это такой уже другой уровень немножечко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова